здравствуйте меня зовут александр гриценко я представитель правления интернационального союза писателей сегодня мы поговорим в очередной раз о я бы сказал что это все-таки опять-таки человеческой на данный момент это конечно не глупости как было в предыдущий раз но скорее такой душевной простоте который в общем то нет ничего плохого но с другой стороны вам если вы хотите чего-то добиться в жизни в карьере именно в карьере писателя вам надо такую простоту опочленять понимаете знать и относиться к ней как нечто такому опасному что ли действительно это опасно для разума когда ты вот так все упрощаешь когда ты идеализируешь какие-то вещи которые идеализировать нельзя да немного рекламы будет ссылка в описании там в этой ссылке будет мой телеграм-канал точнее телеграм-канал интернационального союза писателей там во-первых посты появляются которые анонсируют вот то что у меня выходит на ю тубе и кроме всего этого как бонус я специально для youtube канала пишу именно буквами какие-то размышления какие-то интересные вещи кроме того там проходят конкурсы и по итоговой тех этого конкурса это как раз вот момент бесплатного продвижения то есть люди публикуются и вот сдают книги именно бесплатно в том числе и это касается не только прозаиков но и поэтов поэтому проходите в описании и переходите на канал подписывайтесь а теперь конкретно значит есть такой автор главный редактор издательства для меня это издательство совершенно такое неинтересно и рекламировать я его не буду будет как интересно посмотрите может быть вы что-то в нем в этом издательстве найдете виктор верен он перебрался из москвы и точнее из из калуги москву и это как раз тот вариант да когда вот эта провинциальная простота я вообще большой борец провинциальной простотой и это неважно где человек живет потому что может жить в москве в петербурге еще где-то ну вот как бы жизни относиться вот так как по мальчишке так вот есть там вот кто-то в этом еще раз глядет ничего плохого но если мы карьеристы если мы относимся к этому ко всему движению и вы строим по кирпичику свою карьеру то конечно нам надо сразу таких людей от себя убирать и вот вышла моя колонка колонка она о том что все-таки будущее за тем ими авторами которые рассмотрим рассматривают как ли литературу как бизнес потому что мы живем капиталистическом обществе и вот создание личного бренда монетизация правильный такой подход ко всему я об этом много раз говорил у меня большие лекции по этому поводу и появляется виктор верен который говорит авторы которые рассматривают творчество как бизнес такое же временное явление как авторы интернета и сам издата нет конечно они не исчезнут совсем но собственной активностью низведут себя до уровня узкого круга любителей рекламы уступив место читательского признания той литературе который сумеет отразить современные чаяния человеческие через призму своей национальной культуры а не кивока в сторону собственных слабостей и пороков приписываю всему человечеству свет очень прекрасно но существует экономика существует история и существует вас как бы вещей которые говорят действительно о том что экономика это деньги это кровь как бы экономики экономика движет как бы прогрессом есть вообще какие-то законы неиспоримые вот тут человек считает что все человечество она это бессеребренники а по сути дела значит нужно вот все ведут себя не так а вот как бы есть какая-то кучка маргинальных авторов которые там чего-то там хотят денег ну а чего в принципе зачем они нужны деньги есть не надо пить не надо соответственно есть какая-то группа маргинальных авторов которые иначе тянут на себя но естественно они куда-то исчезнут и придут вот эти вот бессеребренники и все заберут себе добро станет с колен наконец наденет на пальцы рук кастет и и забьет зло как это вот любят такие люди значит все это прекрасно на что я ему ответил ну как раз я правильно да мне ответил вы все что сделано нового и хорошего на этой планете было сделано только когда это было экономически необходимо как только такая необходимость отпадала прогресс прекращался и вот мне отвечает некий некий этот виктор верин в чем же экономическая необходимость литературной классики созданные благодаря любви к женщине к свободе к родине к справедливости прекрасному к истине и прочее какой экономической выгодой руководствовались юлиус футчик или томазо компанелла михаил лермонтов или николай островский а вот продать можно как раз и пачку чистых листов под видом романа и компьютерное сочинение под псевдонимом борис севков но вот тут очень интересно человек как бы специально взял вот таких людей с трагической судьбой в общем-то который под совсем под экономические вот такие вещи они подходят но например с лермонтов конечно человек очень сильно просчитался потому что лермонтов ну это такой человек который был очень гордецом и его другое вело его конечно он хотел выделиться его вела любовь к славе это понятно из того что он писал и какие поступки он совершал иногда глупые необдуманные обыватель бы не стал даже писать это письмо на смерть поэта а он в общем-то это сделал и тут можно расценивать двояко то ли это героические поступки глупого мальчика но сколько глупых глупых мальчиков делают героические поступки в них не знаем тут шалость удалась то есть продуманность у таких людей и я совершенно уверен что здесь как сказать его чистолюбие архи большое чисто он будут просто чистолюбиться вот и это видно по всему то что он делает пишет по его отношению к людям по его отношению с мужчинами и женщинами поэтому конечно могут не только деньги человеком двигать мотивация должна быть бывает вещей без мотивации сидеть и любить женщину и родину и писать великолепные тексты это конечно хорошо но ну обычно это все заканчивается двумя-тремя стихотворениями своей любимой женщине она порадуется и на этом все закончится все-таки чтобы попасть вечность нужно гораздо больше вот я вам точно могу сказать поэтому и самое важное что если мы посмотрим например на николая островскую ужасная судьба но это человек был в мейнстриме и вообще то есть если ты не мейнстриме если ты ее не мейнстриме своего времени то вряд ли кто-то тебе вспомнит дальше а как ты попал в этот мейнстрим ну николай островский так скажем он пропагандист тех идей того времени удачный пропагандист и понятно что советская власть много для него сделала хорошего не было бы он как бы не попал бы он волну никто бы не стал островской самое главное что сейчас он не очень интересен современному поколению может быть уже никогда не будет интересен если все опять не верю где перевернется тогда они могут вспомнить но это так я отвечаю как раз таки кого-то из них вела страсть к славе можно подробно разобрать каждого других классиков вела страсть к деньгам николай островский пропагандист например верил в идею он был мейнстриме времени иначе бы о нем ничего не знали по большому счету в наше время он не интересен всех что-то ведет и я спрашиваю а почему тут борис сивко вы не заговариваетесь я понимаю что автор это как бы сразу для меня звоночек если автор вспоминает борис сивко значит он не очень ну то есть глупый просто то есть потому что по большому счету дело было давно я замучился давать комментарии по этому поводу но у меня действительно огромное количество интервью если человек упоминает это логан он должен наверное разобраться все соответственно борис сивко это вот та история когда пришел некий поэт союз писателей россии сказал что он даст 20 тысяч долларов что он банкир и его не только приняли союз писателей еще и орган есенина дали соответственно все это было в цдл и так далее и к бояринову пришел он бояринов позвался управление и мы были вынуждены говорить дежурные речи то есть за каждый отдел да там я возглавлял отдел международное издательство я совершенно четко говорил там приняли человек в союз значит мы должны его издавать продвигать вот как бы правильно у соответственно есть какое-то доверие руководству естественно членом приемной комиссии я не был член наградной комиссии я тоже не был и ну как бы ведать я не мог что там на самом деле происходит история вскрылась казалось бояринов подставили ну как бы позор и дело ведь в том что тут человек пытается как-то меня отодеть хотя в принципе я ну любой бы как бы в моем был месте мог быть потому что вот ты руководитель отдела тебя позвали поговорить с вновь принятым каким-то таким человеком который может помочь организации ничего этого страшного нету другой стороны значит человек пытается как бы вот путает бизнес то есть создание личного бренда продвижение вот эти все дела и попрошайничество вот этих вот как раз таки маргинальных организаций вот но тут я как бы ему еще говорю что и самое главное если писатель даже сам бессеребренник такое может быть то оставил останется он вечности только если найдется кто-то над ним тот кто строит его в бизнес вот в этот бизнес процесс это однозначно ненужные читатель авторы в вечности не остаются запомните и если вы лету и вас нету в индустрии когда после смерти до них никому вы не интересны все забудете поэтому тут нужно понимать и вот по поводу борис сивко я ему отвечаю борис сивко это не экономический подход а как раз таки нищета и маргинальное положение союза писателей россии это как раз ваш дурной подход попрошайничество поэтому когда к председателю управления мгл союза писателей россии владимиру боярину пришли ходоки которые обещали день он подмахнул не глядя и подставил все правление но это не экономический подход к литературе как раз от нищеты если бы он научился бы деньги зарабатывать на литературе то не нужно было бы принимать союз писателей россии мниму банкира то есть коллеги действительно так как союз писатель россии это нищая организация маргинальная на отшибе никому не интересны и у них постоянно какие-то проблемы то у них там одно то у них другое то у них третье то да ему пришлось вот как бы заниматься ерундой да то есть принять какого-то графа ванна своей ряды и потом это все скрыл но как это к бизнесу как это к монетизации бренду как это вообще относится к тому о чем я говорю вообще непонятно человек путает красное с круглым голубое с мягким вот от этой каши в голове наши современной литературе в глубоком анусе потому что в общем человек главный редактор пусть там какого-то непонятного издательства но он вообще не понимает что такое экономический подход а что банальное попрошайничество и тут как бы возникает такая моральная вещь а можно ли покупать медали за деньги ну тут тоже севко пытался купить знаете а ответ такой смотря какую цель вы ставите то есть я сам инициирую как вот как бы представитель управления интернационального союза писателей и как продюсер когда ко мне приходит начинающий автор чтобы составить спонсорское письмо его резюме чтобы двигать дальше просто книги изданы недостаточно и поэтому на первом этапе какие-то вот такие вложения вот какие-то эти опять же обычно нужно понимать какие что вы покупаете да не не надо ничего вот просто покупать медаль это глупо а если вы это все красиво вы вы пожертвовали деньги в какую-то организацию вас за это наградили то есть мы бы понимаем что вот значит опубликовали наградили потому что вы большой молодец эти деньги использовали увидеть во благо там издали какого-то инвалида и так далее вы сделали доброе дело получили награду и на первом этапе этого это это очень даже неплохо потому что дальше можно составить спонсорское письмо дальше можно вас продвигать и дальше если вы видите наши авторы становятся и заслуженными работниками культуры получают уже там супер престижные литературные премии выходят в топы как многие да и они начинали не то же счет вначале очень сложный туда приходится как тут лепить эту историю ничего в этом страшного нет пусть вот эти непонятные авторы из провинции из деревни которые приехали сюда говорят о том что времена закончатся но видимо они закончатся тогда вообще человечество помрет что эти вот такие времена вот лютые закончатся и начнется светлое будущее пусть они его ждут а я призываю тех кто меня слышит и кто хочет взять это самостоятельно то что можно взять не ждать милости от природы а работать так как работают и в других профессиях то есть создавать свой бренд и не бояться что там что-то дуто и так далее есть у вас умные мысли и так далее если есть если вокруг вас мы создадим вот этот вот личный бренд он будет продавать ваш уникальный внутренний мир это конечно целая история у нас работает куча маркетологов с этим но так или иначе другого выхода нет не надо там пенять на то что у пушкина этого не было ну пушкина много чего не было это были крепостные девки а сейчас крепостное право допустим до отменили то есть не надо говорить что там было когда-то и вы должны думать о себе вот что у вас есть если за вами не бегают издатели просто как бы кучей то в итоге вы можете либо как бы пойти по тому пути по которому я сказал либо остаться простым обывателем подписывайтесь ставьте лайки комментируйте возможно я не прав по дискутируем посвящу вам отдельный выпуск если вы будете не очень адекватны и вообще как бы я серьезно полу серьезе не хочу дискуссии почему и нет нажимайте на колокольчик не пропускайте выпуске до новых встреч